Вот такое дело. Сегодня, если я не ошибаюсь, 26 июня 2021 года, суббота. Как у Бога, все сошли, я хочу показать. Вот утром. Сегодня мы запоздали немного завтраком, 20 минут прошло. Я попросил меня подождать. Почему звонок был? Требуется встреча, а я уехал отсюда. Дело в том, что вчера я сижу за компьютером, после уже. Дело идет в 9 часу вечером. И вижу, интернета нет. А там поглянул, где у меня связи вообще никакой нет. Компьютер не работает. И потом я решил перезагрузку сделать. А программисты говорят, там написано перезагрузка. А лучше, если ты выключишь, а потом включишь. Это лучше, говорит. Я так и делаю. Там пуск. Нажимаю не крупный процессор, а прям там. Включать. Нету. Вот там запасная кнопка есть такая, аварийная. Ее ткнешь, и она тогда нету. Я туда-сюда раз-другой пошел. Там выключил полностью. Здесь все сделал. Нету. Нажимаю на клавиши. Нету. Тогда вот я прибежал сюда. Володя найти. В чем дело. Посмотреть. Я сам-то не разбираюсь. Ну и узнал. Вот брат Николай Астахов. Он не беспокоился. Везде успел сообщить. И все. То есть показал активность такую. Ну, в самом начале там что-то делать, смотреть. Где выключается. Нет. Связался даже кто-то из вас со всеми и прочее. Не направили. И все. Погаши. Я тогда из сети вырвал и лег спать. Что за этим идет? Вот почему? У меня ни разу в жизни этого не было. Чтобы процессор работал, монитор включен. Не было ни разу. Но что за этим? Я не знаю. Я ничего не стал делать. Сядь Анатолий. Посиди спокойно. Вот. Заметь. Я сказал сядь. Даже никак не реагировал. Это дух какой в тебе сидит. Ты даже был внимания. Даже в гостях у меня. И знаешь, что мы не на равных разговариваем. И все равно ты стоишь, колупаешься. То есть, ну а внимание. Мои слова тебе не нужны. Ты мне нужен, а я тебе не нужен. Вот какая ситуация. Чтобы записать. Даже вот смотри. И предложение не окончил. Он не может молчать. Тебя раздирает этот злой демон говорливостью. От языка все гибнут. Это одержимость. Ночь проходит. А у меня-то горит. Крутные цифры. Это и бегут. Время, которое я гляну. Ну еще есть. А второе сейчас проще. А сегодня нет. Мне надо включать. Смотреть на телефоне. Ты не разберешь. Что за этим, я не знаю. Оделся. Помолился. Опять лег. А Статьяна никогда не ошибалась. На целый час звонит. Меня нету. Она будет меня. Как будет. Но она меня застает. Ты их один раз поселись за столом. К Володе. Володя говорит. Посмотри, время-то какое. А время-то... Это тоже что-то значит. Оно, когда мыслепляется здесь. Ослепляется так. Вчера мы работали на Семаковском труду. Завезли туда жерзи. Так называемые лаги. И мы продвинулись вперед сюда. А плетень-то плетенеющего. И там вообще многом завезли веток. Сучки. Кривые. От клёна. Ну, толкаем там как-нибудь, лишь бы залатать. Но когда земля будет идти сюда, мы маленькие баррельщи будем делать из соломы. И запечатаем их. Главное, волна не будет разбивать. И это кончилось. Даже этого тоже нету. Теперь надо там то подобрать, куда-то идти. Не знаю еще. Может, даже сжигать придется. Ты ложишься спать. Тебе. Мне задача кончить. А где взять? Я быстренько по окрестности. Ага. Вчера мы делали тут. Брали тут. Попадали хорошее. В одно место носили. Всю эту кучу веток размонтировать. Найти, которые прямые и длинные. По полтора-два метра сделать, обрезать. А если другие, по метру, которыми здесь. Так, вот туда. Николай. Так, нож, где у тебя, который дал тебе? Там. Вот я так и подумал. Я еще не видел. Думаю, нож не принесет. А мне позвонили в колокольчик. Я все бросил, как вы говорили, и побежал. Так, тихо, не кричи, я слышу. Все бросил, но не инструмент. Бросил работу. А, ну, аминь. А инструмент должен быть на месте. Я делаю маленькую ставку. За обедом, когда незаконченная случайность трагедии, стоившая до ста жизней сразу. Я назову два только случая. Один, который я из интернета узнал, а другой, лично. Со мной водой камер. Ну, тише, ты можешь тихо сделать. Там все пишется на весь мир, на твоей сумке. Еще ты, как ребенок. Наклонился еще поближе, чтобы слышали, какой он богатый соплями. Лозин Анатолий Максимович. Преподаватель второй группы космонавтов. Очень умный человек. И от него я кое-что новое узнал. Я это все к месту говорю. И он рассказывает. Случай был у них в летном училище. А на время он был начальник летного училища. Ремонтирует. Ремонтная бригада что-то там. Проверка идет, крылья. Проще это. Звонок! Побежали. Ничего не сказали. А он не докрутил две гайки. У крыла. Почему? За обед. Ну, я пойду, я сделаю. Не сразу же это. А его послали на другую работу. А это он забыл. Молодой парень-то. Хороший курсарт. Отличник такой. Испытать надо самолет. Он садится. Даже не просился. Еще нет. И как только взлетел. Крыло отпарилось. Он пошел винтом. И, конечно, он погиб. Из-за чего? Из-за такого болтуна. Ай! Туда. Ничего уже не вернешь. Уже ничего нельзя сделать. Добывают нефть. Газ. В море. Показано, как трудно это было делать. Как это в вышку устанавливали. Ремонт идет. Точно так же не доверзал одной... Не докрутил одной гайки. А ветвь, видимо, был. Он оставил. А в это время там наполняется газом. А в это время включается электродвигатель, искра. И их отрезало наверху. А вокруг море. Электростанция все внизу. Связи никакой нету. Огонь подбирается к ним. А там большая, огромная, скажем так, аудитория сгорела. Сгорела. Там просто строительство настоящее все сгорело. Из-за чего? Из-за гайки. Я посмотрел, Анатолий, похоже, все принес. Принес, поставил два кафорника там и ножовка. Я правильно говорю? Так точно. Точно. Видишь как? Ты оказался здесь не на уровне совсем. Никак. Я тебе сказал разобрать кучу. Заметь, четко. Вытащить там прямые идут где. Ну и все. Прихожу, тебя на кучу нет. А ты уже там нашел. А там у нас снова другое мнение. Сказал ничего. То есть ты мое задание, которое я дал, решил улучшить. Это в Библии сказано такое. Возьмешь город, предай смерти все. Возвращается Самуил. Все сделал, как да сделал. Саун говорит. А что это за блеяние овец, вымышание быков? А это я самое лучшее отобрал Богу в жертву. И он дальше говорит. Непослушание такой же грех, как волшебцы и толпоколцы. Бог отнял от тебя царство. Да и разговор уже окончен. Уже ты не царь. Дальше ты погибнешь самоубийцей. Сыновятные все погибнут. Моисей из броней Божьей. Лицом к лицу говорит Бог, я разговаривал с кем, когда только с Моисеем. И когда народ требовал воды, Господь сказал, скажи, скале сей, скажи, скале сей. Все. А он, народу говорит, неужели из этой скалы я должен пять лишних слов? Бог сразу сказал, не пойдешь в бетонную землю. Вы понимаете, что надо навыку иметь? С чего тебе ради было туда идти лучше искать? Это не послушание. Это лучшее. Тем более носит на себе оттуда. Когда мы поедем мимо и все заберем. Вообще не надо трогать. Потом ты пойдешь и сложишь. И что от них? Вот такое величины оставлять в рост человека. В рост человека. Который внизу будет отрубать. Ветки, которые меньше метра, все отрубать и в отвал. А которые около метра, значит, лишнее из этих веточек отломить, как мы вчера делали, это вставлять будем. Это мы и даем задание ветла здесь. Он Ивой называет. Вырубить все надо. Вырубить, а топорик один. Где большой топор? А нет. Его зарыли там. Кто вчера топор там зарыл? Зарыл. С чего ради? Когда я перезнал, ты бы спросил. Володя, инструмент топоры, брат, свой. Поперек сделали. Его не находят. Он возле... Он... А топор это маленький, а это Ива, она упругая. Нет, у меня пришлось идти к себе, такой же топор принести, дать ему. Ему наказываю. Анатолий, ты берешь и сразу складываешь. А потом охапкой туда поднимешь. Он две-три ветки свяжет, топает, подошел, положил. Опять. Я второй раз ему говорю. С чего это по две ветки? Не надо успокойся. Как тебя разжигает это? Я делаю разбор. Выскочки несчастные. Ничего в детстве делать они бежатся. Я пришел... Самые большие-то остаются там. Пошел, ножовка лежит здесь. Он ее забыл, я положил, тут уже около колеса бросил. А там можно было отпилить. Он не может отпилить. Он уже делает по-своему. Я принес большой топор детских взмахов, и самые большие ветки отрубленные. Она длинная, черешок такой там рубить. Ну, который зарыли-то. Зарыли. Он лежит мертвым, а он тут нужен. Но мы через это кое-что нашли. Теперь я ему показываю как. Понял или не знаю. Кривая внизу придется обрубать. Возьми там на любом бревне можно отрубить. В самом начале его нельзя воткнуть. А потом в рост человека сучки все убрать. А которые сучки-то эти отрубил, которые макушка, на них лишнее убрать. Чтобы она ветка была голая, около метра. А это два метра. А это не два метра, а метр там 70. Кто правильно сделал? Не знаю как сделал Данил. Но говорит, я сделал. Так ли он сделал? Нет, я проверять уже не мог. Ему сказал в отдельном месте там клён и где-то. У меня забота как вывезти. На тележке не навозишься. Володя говорит, у него этот мотоблок, я называю драндулет, там что-то не ладится, а вроде ладится. На нём возить. Ну что ты на нём в этой чашке? Нужна машина. Я думаю, я поеду к Игорю и в пятистую к ногам его брошу. Ему некогда. Но дочь всё размощил, он там ремонтирует. Вывезти надо нам. Тебе требуется не больше полчаса. И в это время звонит батюшка. Вот как одно к одному. Никогда батюшка не звонил. Никогда у меня с компьютером так не было. Единственный случай. А наборник собачки есть? Есть! Привези. Приезжает ветеринар, операцию будет делать собаку. Вот такой вот, вот я покажу. Вот такая вот штука под брюхом болтается. Мастит, там что-то есть. И она нормально ходит. И батюшка говорит, что ведёт его из Барнаула Виктор Терива. Он даже начальник какой-то организации, где он компьютершик. Это член нашей общины. Значит, с этим созвонились. Раз. Виктор ни разу тут не приезжает. Второе. Я говорю, батюшка, ты на меня выведи. Да ему некогда. Батюшка, ты почему так? Я же не говорю, ремонтировать или что-то будет. Совет нужен. У него опыт есть. Алексей приезжает, опыт не помешает. С батюшкой опять схлестнулся. Батюшка. А вот он тебе иногда приедет. Можно тут снять будет? Ну что ты всё снимаешь, что другое? У батюшки опыт нулевой. У него ни одного голеника нету. Вообще нет его там вопроса. И он в прошлом году говорит, вот каждый год кричу, там 10, там сколько людей. Не одновременно, что пришёл, говорит, через меня. Я просто кричу. Я говорю, ты же не знаешь, кому что понравится. Миллионная аудитория у меня. Почему понравится? Он через это увидит, как надо поступать со скотиной. Я уже не стал спорить. Нету, а ещё пропала одна тема. Вы отвечать будете все за это делать. Ей бы Бог дал талант, и ты его не развиваешь. Кое-кое-как ему там подарили этот блин, называю, планшет. Как блин, какой распущенный. И такие же друзья, которые занимались много, компьютером, тут другие это, почти все отлучённые. Где головин, где каскун, где этот мах, где этот, как он назывался, киперфидосов, что ли, там. Где они? Все... И сам снятый. Потому что тот, кто в интернете работает, он не может выбирать. Он берёт всё, что можно взять и показать людям, и человек определить, надо ему или не надо. Врач не может изучать одну болезнь. Изучает болезнь, которая никогда ему не встретится, он должен знать это. У священников опыта нет. А я знаю, которые в интернете. Они косвенно коснулись патриархой, все исчезли. Все, которые поднимали голос на Путина, которых я знаю, никого нету. Где немцов? Где левашок? По порядку буду говорить. Я называю ни одного, ни два человека. Это люди, которые... Петров, генерал, немного внезапно умирает, внезапно исчезает. Это ни один, ни два. Я не знаю, почему я знаю, что это так. Ну, что в Адморске там. Что я потянула, вдруг начала на Путина, какая-то болячка маленькая на ноге. Всё, из больницы уже не вернулась. Я перечисляю людей, которые нам хорошо известны. Вот Березовский. Ну, награбил, ну, миллиарды, ну, блудец полно у тебя. Успокойся, мне сместить надо Путина. И в Англии кто-то его достал там, задушили, и всё. И миллиарды пошли никуда. Блудец и делят. Я называю людей конкретных. Не прикасайся к этим людям, если прикоснулся с божественной стороны. Это же сегодня обвинение против Лукашенко. Это же обвинение против Рамзана Ахматовича Кадырова. Все противники его исчезают бесследно. По всему миру разосланы. Те, которые поднимали руку на Сталина, все исчезли. Ну, троски, такой там. Всё равно подослали, нашли. Своё Меркадара, который проникает туда или давно бы рубит его. Слышал? Всё, ему тут присвоят звание героя потом. Он и ждал, это же нет. Тебя убили, как Александра Мения. Я просто вам напоминаю. Батюшечки-намордник. Он идёт с собакой, был на рыбалке. Либо только мелкий. Я говорю, мы не ловим, иди не лови. Да я его отпускаю. Да это вызово, зачем это пруд? Ну, дело вот. Я говорю, давай, мы испытаем на собаке, как будет. Да она не даётся никак. Испытаем, давай. Какой стороной поворачивать намордник имеет значение? Вот это означает прищепка за ошейник, за кольцо. Чтобы она его не сдёрнула. Да она не дастся. Так, подводи сюда собаку. И раз, и намордник надел. Вот я говорю, ну не дастся. Всё. Значит, одну преграду сшит. Ну дальше-то собаке не давайте снимать-то. Она может натянуть её, ошейник подтянула. Она так и сделала. Ошейник подтянула, и это сбросила. Я говорю, как только надеваете, сразу укол её, в это время держи за лапой её. Иначе у вас ещё не будет. Едет Витя, программист. Едет сегодня Алексей. И они могут здесь. Я тороплюсь к Игорю. Пришёл к Игорю, так и так. Ну я говорю, ломка, везёте. Тоже говорит. Ну говорил же. Я говорю, не вчерашнее. А, я говорю, которые известно привозили полное. Я говорю, где сети? Звонок дадим. Подержишь, какой разговор. То есть я договорился здесь, устроился здесь, сделал вам разборку. Это моя работа до завтра. Ты понимаешь, нет? Если ты хочешь быть нормальным руководителем, бери пример с других, не с меня. Но качества, которые я говорю, они должны быть в тебе. Ты должен вперёд смотреть, что будет, и довериться Богу. А что вы делали с комплективом? И чего? Отключил и стал мылиться. И сегодня все события к одному идут. Что? Что-то буду делать. Так, сейчас найдём места. Когда зовут где-то, значит, не бросать никогда инструмент. Анатолий Правдис оказался. Ты принёс свой инструмент. И ветки, которые я говорил. Всё понятно? Которые ветки длинные и в конце заворачивали, этот косой угол отрубить, а остальное в рост человека, который самый корень толстый, а которые остались в ветке, не меньше метра ветки. Из них лично отобрать, чтобы они были голые. И вот сюда вот вынести, где-то тут, внутрь или рядом. Мне нужно валить машинкой. Мы сейчас пойдём крошить молодые клёны, так, чтобы мне всё спилить. И сразу их сделать готовый распилиш и всё оставить. Вопросы? Вчера было на ладонь выше роста человека, вы показывали. Ну да, сделать так и выше, на ладонь выше. Выше роста человека на четверть, на 20 сантиметров. Потому что, где я говорил, когда в рост, там твёрдая еда не шла, а когда дальше пошли, там в няшу уходят. Я сначала бил там кто-то помогал, кто? Ты? Ну не знаю, не помню я. Кто-то помогал мне, помогал, кто-то отставлял. Я сказал, не надо, оно там идёт конца, не видать куда, расквашенное. Обстановка меняется, меняется и указания. Так, ко мне вопросы. У нас там ещё у Андрея Устинова, у свиней лежат кучи, кучи, вы не увезли. Я не знаю, там есть лещи такие, чтобы были они ровные. Там они длинные, большие, всякие. Значит, перемолзать ей кучу эту, он может подъехать. Так что, ну, Андрея, тут мы всё вывезли, которое мы сейчас напилим. Главное будет то, что мы сейчас будем пилить. Вы этим займитесь. Вытащите, Анатолий, тебе всё лестно? Ну, я этим уже занимаюсь. Подтащи, возьми какой-то, оттуда закончил, больше никуда не иди. Обработай это, и сразу переходи на помощь вот ему. Так, а ты ведешь их с нами вместе, и готовы, будешь уже обрабатывать. Понял? Готовы, как нормасы. А с моими-то я ещё не закончил свои. А, не закончил. Закончили, вылези оттуда, и сюда. Вылези. Это этим заниматься там же, где я экскладировал за параллельной? Да вот здесь, принеси сюда. Тебе легче, ты загладываешь. Так, мы сейчас расстаемся. Ну, фактически два часа в нашем распоряжении. Ещё там, где строение вот это первое, Потеряйское, вы показывали нам там, где подземный ход, там тоже ветки у нас сложены вдоль. Тоже длинные, подходящие. А ты где? Ну, вот где? Склады. Склады. Там подходящие ветки сложены, мы их вдоль складывали. Они хорошие, длинные, вот такие вот. Хорошо, вытащить надо. Вытаскивайте сюда, с этой стороны ограды. Он поедет, мы заберём. Мы сегодня должны заготовить столько, чтобы было нам закончить и оставить то, что дальше будем делать. Поконим. Поконим.